Всем привет, мои хорошие! С вами Эка и Эмили. И сегодня я снимаю для вас грузинские хинкали. Хинкали. У нас здесь, сколько, 7 штук. Я думала, что они у меня уже закончились. А оказалось, нет. Открыла морозилку и была в шоке. Оказывается, в потайном отделении у нас еще остались. Так что давайте приступим. Честно, это одно из моих любимых блюд. Я варила долго. Я всегда варю долго, но они, несмотря на это, не разваливаются. Ссылочку я оставлю вам внизу. Как приготовить в домашних условиях грузинские хинкали. Посмотрела в магазине. Так дорого. Ужас. Дома готовить их намного дешевле обходится. Разница просто в 2 раза точно. То есть в магазине они стоят дороже, чем 1 килограмм мяса. А здесь не так уж много мяса. Здесь половина мяса, а половина теста. Я решила сегодня накраситься просто блеском, потому что от помады остаются следы. Вчера залила для вас влог. Многие были недовольны качеством звука. Я сама была в шоке, почему так звук прыгает. То есть на телефоне. То слишком громко, то слишком слабый звук. И прямо накануне я его уронила. Во время того, как я снимала видео. То есть я подумала, что это скорее всего из-за удара. Потому что в начале влога звук отличный, а в конце уже он прыгает. То есть сначала очень тихо, а потом слишком громко получается. Я уже думала, все, сегодня отвезу к специалисту, пусть посмотрит. Потом мне пришла идея скачать обновление для айфона. Скачала и все, проблема решена. Так круто. Вот такой звук. Не знаю, как это связано. Я и подумать не могла, что это как-то связано. Но факт налицо. Скачала обновление и все, проблем со звуком нет. А я еще смотрела камеры. К сожалению, у нас не все навороченные камеры влоговой. Вообще продаются, продаются супер такие, знаете, старые модели какие-то. И очень дорого. Дорого прям на 7-8 тысяч российских рубликов. В инстаграме там советовалось с вами. Многие писали, что закажи камеру через интернет. Я бы с удовольствием. Но я боюсь рисковать на такие суммы. Потому что камера, которую я хочу, она стоит 40 тысяч. Даже больше. 45-47. Отдала я 47 тысяч. Не пришло мне. И что? Что вот я буду делать в таком случае? Это не 5-10 долларов, которые, например, не пришли с Али. Я думаю, бог с ним. Кстати, до сих пор посылки с Али так и не пришли мне. Трек-код показывает, что уже в Баку. Звонишь на почту. Там говорят, что посылки нет. Я уже выбрала камеру. Уже позвонила, уточнила, в каком филиале она есть. Как раз около моего дома. Есть я решила пойти взять. Но потом, слава богу, есть YouTube. Можно посмотреть на блогеров, у которых есть уже эта камера. И посмотреть их влоги, насколько качественно все снято. Посмотрела влог одной девушки. Мне вообще не понравилось. От слова «вообще». Ужас. Смотрела пару обзоров. Там сравнивали камеру. Камеру. Почти за 48 тысяч и iPhone 11 Pro Max. И там в видео говорили, что iPhone 11 Pro Max даже снимает лучше, чем камера, которая стоит 50 косырей. В технических параметрах, не знаю, это тот, третий, десятый. У меня, например, не 11 Pro Max, а просто одиннадцатый. Но мне кажется, он снимает не очень. Он не сравнится с камер. Это просто небо и земля. Что телефон снимает лучше камеры, мне, честно, смешно как-то. Я решила не спешить, так как то, что я хочу в Азербайджане, в Баку нету. Я лучше отправлю по пулечке деньги. Он мне купит камеру. В ноябре у моего отца отпуск. В ноябре он должен приехать, если только границы откроют. Очень парадоксально, но у России открыты границы с Турцией. У Турции открыты границы с нами. Но это понятно. А почему у нас в России закрыты границы? Это же наши соседушки. Мясо упало на пол. В общем, я искренне надеюсь на то, что в ноябре откроются все границы. Я куплю себе крутую камеру. Я хочу самую навороченную. Вот прям последнюю. Пусть даже она будет стоить бешеных денег, но я топлю за качество, ребят. Я люблю, когда картинка крутая. Возможно, влоги вас устраивает. Там все нормально. Немного тихо, но в принципе терпеть можно. Но когда я смотрю блогеров, у которых действительно Canon J7X Mark III, я понимаю, что вот это да, вот это уровень. Вот это да. Поэтому я думаю, что в свое любимое дело, конечно же, нужно вкладываться. Тем более мне в кайф вкладываться. Вот какую-то шмотку купить, например, супердорогую, вот мини-охота, меня жаба душит. А вот что касается качества, там, не знаю, освещения, все дела, мне хочется в это вкладывать. на самом деле. Сегодня весня мне приснилось, что типа сегодня у меня свадьба. И мне нужно быстро-быстро собраться. Я как раз снимаю влог, как раз на камеру, кстати, J7X Mark III. Такая типа крутая с этой камерой. Я иду делаю макияж, и меня спрашивают, какую вы прическу хотите на свадьбу. Вот такое ощущение, что это реально было. Настолько я отчетливо помню каждую мелочь этого сна. Короче, я знаете, какую прическу захотела? Самое смешно. Вот здесь такой хвостик, кудрик. Ну, в общем, как всегда я делаю прическу, как у ребенка. Потом платье пошла выбирать. Это все так быстро-быстро-быстро-быстро, потому что сегодня у меня свадьба, мне надо все купить. И потом такая мама посмотрела на мои ногти и такая говорит, ты позавчера делала коррекцию, зачем ты сделала желтые ногти? Сделала бы френч под платье. Что-то как это, говорит, как из деревни. Я говорю, так я из деревни. В общем, мораль такова. Видимо, никогда не выйду замуж, раз во сне уже вижу. Так. Я постоянно нервничала, что, блин, я так не хотела, я не хотела в торопях, я хотела снять кучу влогов. Вот если я выйду замуж, нет, когда я выйду замуж, я вам столько влогов буду снимать, как мы с мамой идем приданное покупаем, как, не знаю, я платье выбираю, как я выбираю визажиста. Вот насчет визажиста у меня есть такая идея. Я хочу, чтобы заплатить визажисту и сначала, чтобы она мне сделала пробный мейк. Если мне понравится, вот в этом случае я хочу, чтобы она мне сделала на свадьбу. Потому что, как бы я не умела краситься, вот реально я не умею краситься, но когда меня красит визажист, мне это не нравится вообще. Они делают слишком ярко. Я иногда даже замечаю, я тоже иногда слишком ярко крашусь, мне это не подходит. визажисты делают такие скулы, как будто тебе слева дали леща, справа дали леща. Ну, зачем вот такая вот здесь полоса? Я этого не хочу. Чуть-чуть румян, прям вот грамм, и все. мне однажды красили, я такая говорю, мне так не нравится. Сделайте так. Она такая мне, подожди, посиди, помолчи, я сейчас все сделаю, тебе в конце понравится. но не нравится мне так. Она берет, например, фиолетовый оттенок теней, ну, к примеру, да, я не люблю такие цвета. Что значит, подожди, в конце тебе понравится. И в конце я посмотрела в зеркало, мне не понравилось, я сказала, спасибо, заплатила, и поняла, что туда больше я не приду. То есть я не могу сказать, что прям ужасно было, что надо было делать скандал. Ну, не супер такой, знаете, супер салон был, поэтому, что там предъявлять? Я знаю одну девочку, она каждое утро перед универом ходила на визаж, у нее был свой визажист, и каждое утро визажист знал, что, например, она приедет во столько-то, столько-то. Она приезжала сначала к визажисту, а потом приезжала в универ. И до меня всегда не доходило, зачем такой марафет? Ладно, я прыщавая, мерзкая. Она-то, у меня идеальная кожа, идеальный просто тон лица, такие красивые густые брови. Это просто произведение искусства и без маика. Зачем? У меня, например, не накрасишь брови, бровей почти нету. Ну, реально. Почему всем кавказским девушкам повезло с бровями, а мне нет, да мне не доходит? Почему? Почему? Точнее, не так. Почему? Зато у меня нормальные сиськи. Шутка. Зато я ем и не поправляюсь. Извиняюсь, нормуль все. Короче, кому что. Но я всегда мечтала просыпаться и быть красивой. В детстве, когда это было так, я мечтала вставать и краситься. Мне настолько нравилось нанесение макияжа. Сейчас тоже нравится, но хочется выглядеть уверенно и красиво. Без маика. Забыла вам вообще сказать тут, короче, кофе. В конце видео сказал. Я так обожаю делать вот так вот. В общем, на этом все. Я вас всех очень-очень-очень-очень-очень сильно люблю. С вами была Айка Эмили. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Я придумала грандиозный просто план. Что у нас будет на 150 тысяч. Я просто не хочу банально торт. Я сходила в магазин, вы видели во влогах, какие торты у нас продаются. Мне не нравится. Это неинтересно. Мне хочется реально такой, знаете, бум что-то. Что-то, что не было ни у кого. Ну, конечно, я звезданула идею одного корейского блогера. Естественно, я придумала это не сама. Но вы узнаете. В ближайшее время, что будет на 150 тысяч, я думаю, что вы просто скажете вау. Всех люблю, целую всем. Пока.